но еще я вам пообещала что будут факты об арке много интересного поэтому обязательно 49 метров и 51 сантиметр где-то уйдешь из кадра или нет или так и будешь там стоять дяденька с автоматом 2 с улыбкой пришли и прогнали меня вот только оставь его на минутку уже какая-то баба и прилипла ну ну что мы уже домой вышли с гостиницы но еще я вам пообещала что будут факты об арке много интересного поэтому обязательно там дворик какой-то у Субтитры сделал DimaTorzok Вам не просто туристический Париж, а просто вторник. Обычный вторник. Не лето, а осень. Все люди идут на работу. Никто здесь не чилит. Мы тоже не чилили. Какой красивый буфет. О, какие классные, смотрите. Мотоциклы красненькие. Последний день провожает нас солнышком. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дully Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok прям вот реально плакать очень хотелось потому что последний день хотела поснимать арку много что рассказать и тут такое непонятно что но немножечко отошло все но все равно думаю буду в очках потому что зрелища не из приятных народ пугать не буду но все равно губы накрасила их пошла от бедра от бедра красотка что делать плакать что ли ну что добрались солнечная погода просто божественная погода нас еще очень много времени до пяти часов мы можем здесь еще походить поснимаем что вокруг интересно вот мы когда вчера были наверху на башне да вот видите вот такие вот дома да смотрите где начинается проспект другой до везде вот посередине стоит вот такой дом один дом вон там смотрите второй дом потом следующий проспект начинается еще один и так по кругу и здесь их много ну то есть именно вот не знаю может специально по такой величины и строили но все примерно похоже да вон там вот те два так мне кажется даже по одному проекту строим мы здесь присядем на лавочке сейчас найдем какой-нибудь кафе мой голый и почилим гердет пока я поснимаю просто красота сегодня лучше видны надписи будут поэтому семейка смотрят а что самое смешное мы вчера на такси ехали уже когда у меня отказала нога правда уже не могла просто идти мы вызвали такси его здесь посмотрите как они едут они просто едут как хотят ни в любви не отмечены ничего просто если пропустят то пропустят они так до середу речки с утра мусор мусорники вывозят поэтому везде полом мусорника стоят на дороге так особо некрасиво улечки эти не поснимаешь вы посмотрите как все красиво сейчас разъехали вот только оставь его на минутку уже какая-то баба и прилипла но вот вы посмотрите разве это нормально уже его фоткать он уже бежит он фотограф елки-палки но это нормально были были наполеон бонапад который соорудил эту прекраснейшую арку триумфальных был еще тем ледуном то что уже за финны было двое детей не помешало ему за ней ухлестануть и завоевать ее сердце он очень умел красиво ухаживать у него очень был подвешенный язык он писал страстные романтические письма одаривал подарками а еще хочу сказать вот этим вот обращаюсь к мужчинам которые говорят своим женам что они с двумя детьми никому будут не нужны лошары да это далеко не так всегда найдется тот кто не побоится ответственность ну вот как она выглядит еще и другой стороны и медленно обойдем все вокруг найдем красивый ракурс для того чтобы снять одно из главных достопримечательностей парижа я уже как гора ставил на лавочке надеюсь никто приставать не будет наверняка слышали выражение что за каждым успешным мужчиной стоит мудрая женщина и именно Жозефина была рядом с наполеоном когда он сначала был никем и стал императором именно Жозефина стала императрицей Франции но к сожалению не могла больше иметь детей и наполеон с ней развелся вот так вот что было дальше сами знаете уйдешь из кадра или нет или так и будешь там стоять спасибо огромное спасибо а вы знали что парижская башня самая высокая и самая большая в мире знали да ширина 84 и 42 сантиметра 84 метра и 42 сантиметра высота ее 49 метров и 51 сантиметр на строительство башни ушло 30 лет и изначально было несколько проектов и представьте себе на ее месте мог стоять огромный слон статой огромного слона не весело да теперешняя площадь на которой стоит арка называется Шарля де Голля но раньше эта площадь называлась звезда и это все из-за вот этих вот всех проспектов которые прилегают к ней они как лучи к ней прилегают к сожалению сам наполеон арку не увидел но он заложил первый камень и после его смерти когда его прах перевезли с острова святой елены а все-таки пронесли через арку в честь его доблестных побед и была выстроена эта арка прошло практически 101 год с тех пор как в этом месте много лет назад захоронили тело неизвестного солдата всего в первой мировой войне франция потеряла вы представляете 1 миллион 400 тысяч человек лишь 240 тысяч тел опознана и захоронено родным и поэтому было принято решение соорудить символическую могилу куда могут прийти не только матери чьи сыновья лежат братских захоронениях ну и все французы чтобы поклониться своим защитникам и 28 января 1921 года групп неизвестного солдата была пущена землю он здесь появился только в 1923 году и горит он не постоянно его зажигают 17 30 каждый день только вдумайтесь в эти цифры 1 миллион 400 тысяч человек франции осталось почти без взрослого мужского населения это все убежденные города на той стороне есть полоцк волонтина красная все его сражения представляете сколько их сразу же смысл появляется, да, для чего ее строили, для того, чтобы будущие потомки могли прочитать и узнать о всех его битлах, которые он победил, но это еще не все, вот сегодня видно, ночью не очень было это все имена его генералов, которые сражались за него, их здесь более 500 Добро пожаловать в другую! Новoversкiren Продолжение следует... Вот он, Бонапартушка наша, французская, с мечом стоит, женщина голенькая рядом, вторая читает, третий ботинки чистит, ангел на дуде играет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Над которым удерживает венок крылатая богиня войны, а также здесь поверженные враги и летописец, который описывает подвиги Наполеона. А вот на коленях стоит австрийская герцогиня, это Мария Луиза, которая в итоге стала его второй женой, после того, как он развелся с Жозефиной. Никто там ботинки не чистил. Вторая скульптура называется «Выступление волонтеров». Эта скульптура посвящена противостоянию народа Франции наступлению прусских войск, которые оккупировали Лотарингию в 1792 году. Над скульптурами мужчин-воинов возвышается крылатая богиня войны. Она призывает к атаке. Скульптуру называют также Марсельезой, поскольку написание этой песни было связано именно с этими событиями в истории Франции, а впоследствии Марсельеза стала гимном страны. Скульптура называется «Выступление волонтеров». Скульптура называется «Выступление волонтеров». А этот рельеф посвящен сопротивлению 1814 года. Ее создал скульптор Этекс, который посвятил работу битве за Париж в 1814 году. Французская армия и народ оказывали отчаянное сопротивление армиям Блюхера и Шварценберга. А сама скульптура изображает воинов и простых людей, столкнувшихся с угрозой, а на их лицах страх и смятение. Но самым главным элементом рельефа стала женщина с ребенком. И выражение ужаса на лице оно отражает самые страшные стороны войны. А над людьми возвышается воинственный всадник с крыльями. А дальше уже, дорогие мои, про остальные оба рельефы читайте в интернете. Находите в интернете сведения, так как меня прогнали. Больше ничего вам не покажу. Шелотка дальше будет сдалека, просто меня прогнали. Дяденька с автоматом, второй, с улыбкой пришли и прогнали меня. Сказали, что снимать нельзя. Почему все снимают? Вот почему все снимают, а меня прогнали. Ну, главное, с улыбкой. Ну, автомат так погружающий, когда делал у него. Непонятно, что он хотел там на французском, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну, ладно. Ну, и зато все успели поснимать. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Может, он просто хотел, чтобы я маску одел. А я ушла. Нас прогнали, но мы не сдаемся. Мы можем поснимать и с этой стороны даже еще и видосик получше. Не знаю, не знаю, что он хотел, но автомат меня, честно говоря, напугал. Ну, главное, улыбался. Ну, не плакать же. Ну, все, идем искать мужа. Пойдем найдем мужа себе какого-нибудь. Там одного красавчика оставил. Пойду-на-иду. Вот она еще в кадре. Она еще красивенькая такая. Она еще там. Для того, чтобы посмотреть на Наполеону с другой стороны, не только как на полководца, очень рекомендую вам фильм 1987 года «Наполеон и Жозефина. История любви». Обязательно посмотрите. Совсем по-другому будете смотреть на Париж другими глазами. Вот это поворот. Только оставила на полчаса. Уже сидит с какой-то, сами знаете, бабой, да? И вот как это понимать? Как это вот к этому быть готовой к таким моментам? Готовы себя морально заранее? Это что? Смотри. Как это? Ну, нормально, да? Вот как это? Как это понимать? Как это понимать? Находилась, устала, оба устали тоже и решили найти кокушечку. И попробовать традиционное национальное блюдо, которое здесь пользуется популярностью. Сейчас вот выберем, покажем вам, что. Заказали луковый из французов. Существует легенда, что луковый суп впервые был приготовлен королем Франции Людовиком Пятнадцатым. Однажды, поздно ночью, король захотел есть и не обнаружил в своем охотничьем домике ничего, кроме лука. Небольшого количества масла и шампанского. Он смешал найденные продукты вместе, отварил их. И так получился первый французский луковый суп. Лук и шампанка. Просто формидабль. Привет, мои маленькие любители лука, Себастьяна и Софи. Так вот, нежнейший бульон с луком, а сверху вкуснейшая греночка, запеченная сыром в духовочке. Бульон, вкуснотища невероятная. Ну что, пришло время десерту. Заказали очень вкусный десерт. Честно говоря, я хотела крем-брюле, но хозяин посоветовал. Десерт обалденный. На самом деле, рекомендую. Он стоит споехать 8,50. Плюс, что очень понравилось. Очень харизматичный сам хозяин кафе, который нас сюда и пригласил, который нас обслуживал, который нам все рекомендовал. Респект огромный. На самом деле, очень приятно было и познакомиться. Он, кстати, рассказал нам, что это семейный бизнес, что он сам здесь работает. Они открывали этот ресторан вместе с мужем его сестры. И они считают этот ресторан своим вторым домом. На самом деле, когда хозяева сами работают, на самом деле, совсем по-другому все. И очень душевно, и обслуживание, и еда всегда бывает на высшем уровне. Респект этому ресторану, респект хозяину. Спасибо огромное вам. Сейчас мы пешком решили направиться в сторону вокзала, потому что уже скоро наш самолет. Но решили пойти именно пешком, не на такси, для того, чтобы наслаждиться последними часами в Париже. В невероятно красивейшем городе, который очень-очень рекомендую вам посетить. Вот у меня чуйка на самом деле на святые места проходили мимо. Как я уже потом, когда сейчас монтирую видео, я нашла их на ютубе. Это протестантская церковь. Вот у них там даже есть видео на сайте. Но интересно, да? Вот мы не вошли, но это интересно, что внутри. На самом деле, очень-очень красивое здание. Ну, невозможно было просто пройти мимо. Хорошо, что поснимала. Может, когда-нибудь будем опять в Париже. Обязательно туда зайду. Ну, а мы уже рядом с автобусным вокзалом ждем автобуса. Я сгоняла за булочками, взяла горячего кофе, потому что немножко подмерзли. И хочу рассказать, что здесь происходит. Вот видите, там автобус шевелится, туда-сюда катается. На самом деле, здесь вот этот вот белый бус встал в неположенном месте. И из-за него автобусы не могут выезжать. Образовалась огромнейшая пробка. И вот эти вот ребята молодцы, они помогают выехать. Там стоял такой бордюр, они его отодвинули, подошли вдвоем. Сейчас помогают выехать девчонки. Ну, на самом деле, просто вот горжусь французами, они настолько сплоченные. Вместо того, чтобы стоять и орать, они просто вот берут и действуют. Собрались все, пошли действовать. Я чувствую, у нас просто бы какой-нибудь дед вылез бы, подошел бы, постучал бы в окно, оборал бы эту бедную девочку. И просто ничего бы дальше не было бы. Искали бы водителя, там придумывали какие-то маски. Но здесь вот, смотрите, просто решение действий люкс. Ну вот мы с вещами, с чемоданом, готовы к отбытию. Спасибо за просмотры. Подписывайтесь на мой канал. Называется Белла за Белла. Я буду целую обнимаясь в Париже.